Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать винные сорта винограда. На что обратить внимание при выборе, чтобы в дальнейшем получить хорошее и вкусное вино. Начну я, пожалуй, с того, что... Вот было у меня видео про воду и сахар, и я говорила о том, что в хорошее вино ни вода, ни сахар не добавляются. Это исключение, но не правило. И при этом получала много комментариев, что у нас только кислый виноград, и по-другому никак. Если у вас только кислый виноград, так подумайте, а тут ли виноград вы выращиваете? Посмотрите сорта. Сейчас достаточно много сортов, которые могут прекрасно расти даже на Урале. Не говоря уже о более южных регионах. А если вы живете в южных регионах, и у вас виноград получается кислый, недозревший, ну, значит, вы что-то делаете не так. И зачем мучиться с сахаром, с водой, с разбавлениями, если всего лишь поменяв сорт, вы можете получить хороший результат. И получить хорошее, нормальное вино без вот этих вот танцев с бубнами. Еще много раз встречала на форумах виноградарей, в чатах виноградарей такой запрос, что, ой, мне бы вот такой вот виноград, чтобы ничего с ним не делать, за ним не ухаживать, и для вина. Если мы хотим получить действительно хорошее вино, то за виноградом в любом случае надо будет ухаживать. Да, мы в процессе поговорим, что уход может быть чуть больше, чуть меньше, но не ухаживать совсем не получится. Вот не ухаживать совсем, это девичью виноград посадить, но тогда будет, ну, декоративность. А вина не будет. Вот Альфа и Изабелла, это два разных сорта, но у нас они гуляют как бы, Альфу называют Изабеллой, ну, не суть, да, мы все понимаем, о чем идет речь, об этом позднем кислом винограде. Вот, ну, а он же растет, ну, растет. А что с него можно сделать? Ну, мало кто с него чего делает, потому что он не успевает созревать, в принципе. И на самом деле, когда говорят, что не болеет, прекрасно он болеет. У меня у соседей вот прям по нашей границе сидел такой виноград, и я видела, как он покрывался аидиумом, все листья становились черными, я видела, как аидиум поедал ягоды. То есть, ну, на самом деле болеет. И говорить тоже о том, что он не вымерзает, вымерзает просто не всегда это замечают. Он просыпается потом со второй, с третьей почки, весенние заморозки его подхватывают, и, ну, еще больше оттягивается срок его плодоношения. То есть, ну, таких вот волшебных виноградов не бывает. Во всяком случае, в нашей средней полосе все-таки мы живем не в том регионе, где виноградарство – это вот, ну, благоприятное для него условие. Многие считают, что в Беларуси вообще только картошка может расти и больше ничего. Нет, на самом деле виноград расти может, но надо приложить немножечко усилий. Кстати, не так уж и много. Причем, смотрите, такая простая аналогия. Когда вы покупаете автомобиль, вы прекрасно понимаете, что автомобиль надо не только заправлять топливом, чтобы он ездил. Ну, топливо должно быть более-менее нормальным, да. Периодически там надо менять масла, фильтра, ремни, подвеску смотреть, там всякие рулевые тяги, наконечники и прочее, прочее, да. Даже если мы велосипед покупаем, все равно нам периодически надо колесики там подкачивать, цепь смазывать, может быть, что-то еще там, тормозную систему регулировать. Так почему мы думаем, что виноград вот мы посадили, он будет расти? Ну, реально так не получится. Все-таки некоторый уход нужен, и к этому нужно быть готовым. Ну, дальше переходим непосредственно уже, ну, что же нам выбрать? Надо оценить свои возможности в первую очередь. Возможности по климатическим условиям, посмотреть на свой участок, где и сколько места вы можете выделить для винограда, сколько это будет кустов, там, 1, 2, либо больше, либо 5, 10, то есть это тоже все надо оценить. Для оценки климатических условий есть такой показатель, сад, сумма активных температур. Какая она можно найти в интернете, и в характеристике сортов часто она прописана. Но опираться только на эти цифры не стоит. Почему? Потому что, вот, допустим, есть регион, достаточно широкая полоса на карте, где сумма активных температур, она будет одинаковой. Но эта температура, она в воздухе. А есть еще и температура почвы. И песчаные почвы, они гораздо более теплые, чем почвы глинистые. И поэтому даже в одной и той же полосе сад, если мы посадим наш виноград в песок и посадим в глину, у нас будут разные сроки созревания. Это тоже надо учитывать. Поэтому если у вас холодные глинистые почвы, то смотрите виноград с еще более ранним сроком. То есть на сроки созревания обязательно нужно обратить внимание. Да, существует такое понятие, как поздний сбор. Но поздний сбор, когда мы можем осуществлять? Когда у нас хорошие теплые осени? Например, в некоторых регионах Белоруссии хорошие теплые сухие осени бывает далеко не всегда. И вообще в наших условиях желательно, чтобы число к 20 сентября мы уже практически все убрали. Потому что дальше начинаются, уже может быть опасность заморозков, уже могут начинаться дожди. И дожди размывают сахар. И от того, что виноград еще месяц будет висеть, ну, может он что-то доберет. А может не доберет, а может он вообще погниет. Вот в этом году я по себе увидела конец августа. У меня сахар 22 в ягодах, ну, еще вот чуть-чуть повисит. Сейчас остальные дойдут, я все вместе сделаю. Пошли дожди, сахар упал до 18. И очень долго не поднимался, потому что шли дожди. И поэтому рассчитывать на какие-то поздние сборы, если у вас, как правило, дождлива осень, не стоит. Лучше взять что-то с более коротким сроком созревания. Конечно, если у вас место позволяет, мы можем экспериментировать, мы можем посадить несколько сортов. И, в принципе, если возможности позволяют, я бы даже рекомендовала посадить несколько сортов. Когда-то, когда я сделала обзор своего виноградника, я рассказывала. Например, у нас есть какой-то сорт, у которого может быть высокая кислотность. И есть другой сорт, у которого кислотность низкая, но хорошее сахаро-накопление. Каждый из них сам по себе. Ну, тот, который с высокой кислотностью, или, например, с более поздним сроком созревания. В один год он получится, в другой год не получится. А этот точно получится. И вот такой сорт, у которого хороший сахар и низкая кислотность, это, скажем так, сорт-помощник. Мы всегда можем откорректировать показатели первого сорта. И нам не надо прибегать ни к какой химии. Нам не надо гасить эти кислоты, чего-то добавлять, разбавлять. И вот эти вот какие-то делать манипуляции. Нет. Мы просто их смешиваем и получаем хороший стабильный продукт практически всегда. Потому что вот они друг друга дополняют и уравновешивают. Вот для этих целей я, например, держу русский ранний. Да, у него кислоты мало, но у него очень хороший сахар. И, пожалуйста, можно поставить отдельно, но я, как правило, оставлю вместе. Я знаю, что он всегда мне, если что-то надо, откорректирует. И поэтому, если у вас какой-то вот такой регион не очень хороший, вы не уверены, что что-то там вовремя созреет, или даже у вас есть вот эта вот кислая альфа, которая, ну, иногда созревает, но все-таки кислота там не очень, и вы не хотите от нее избавляться, ну, посадите к ней в пару еще какой-то сорт с хорошим сахаронакоплением, с низкой кислотностью. И вы получите классное, вкусное вино. И вам не надо будет ничего вот этого добавлять, разбавлять. Причем по срокам созревания, опять же, напомню, у меня русский ранний, это конец августа, начало сентября. Из этой же группы сортов, которые созревают рано, дают хороший сахар и нормальную кислотность, это Зилга, это Симоне, если мы берем черные сорта, ну, потом еще немножечко про них поговорим, вернемся к ним. Значит, мы остановились на сроках созревания. Да, мы оценим наши климатические условия, сроки созревания. Мы смотрим на наш участок. Если у нас есть какие-то пристенки, южные особенно, такие вот закутки, хорошенькие, тепленькие, то туда можно садить виноград с чуть более поздним сроком созревания, потому что вот это вот вокруг тепло, оно сделает свое дело. Оно добавит вот эту сумму активных температур и поспособствует созреванию. Иногда вы, конечно, можете услышать, что какой-то поздний сорт растет вот в таком нетипичном регионе, где вообще должны расти ранние сорта. Такое иногда бывает. Дело в том, что некоторые сорта очень чувствительны к световому дню и могут набирать свои кондиции как раз-таки за счет вот этого самого светового дня. Но как это узнать? Ну, где-то только в каких-то комментариях, если сможете достать такую информацию, либо видите конкретно, допустим, там у соседа, у знакомого растет вот такой вот сорт, он хорошо созревает, вовремя набирает ягода нужной кондиции, вот тогда такой сорт тоже можно себе заводить. Следующий критерий, на который следует обратить внимание, это урожайность. Конечно, кто-то меня сейчас закидает камнями, да что она говорит для технических сортов, вообще они должны быть низкоурожайными, чтобы там вот была кондиция у ягоды и все остальное. Да, если у нас промышленные поля. Мы говорим о домашнем виноделии и о таком приусадебном хозяйстве. Когда мы закладываем промышленные плантации, мы там руководствуемся одними принципами. Когда мы заводим виноград для себя возле дома, мы руководствуемся другими принципами. Опять же приведу пример с автомобилями. Автомобиль Lamborghini обалденно классный автомобиль, правда? А если картошку возить в деревне, ну, наверное, не очень. Да, несмотря на то, что он классный. И вот представьте, что у нас есть место на один-два куста. Я всегда здесь привожу в пример сорт Bianco. Bianco я удалила. Это не говорит, что это плохой сорт. Но мы с ней не подружились. Она у меня не пошла, не созревала. Только, наверное, к середине октября она что-то там более-менее набирала кондиции, несмотря на то, что росла в пристенке. Ну, это у меня так получилось. Это не значит, что сорт плохой. И что у меня давала? Вот такие вот две маленькие гроздочки весом граммов 90. Все, две гроздочки на побег. Если у нас места много, конечно, мы можем все засадить, много кустов дать им много места и получать какой-то урожай. А если у нас места немного, у нас есть, например, вот 6 метров шпалеры, там можем там 3 куста условно посадить. И мы понимаем, что на 6 метрах, даже сколько бы мы кустов не посадили, мы можем дать вот такое вот расстояние между побегами. Ну, допустим, 15 сантиметров или даже 10. Сделаем густо, да, даже 10. И вот представьте, что на этом побеге мы можем, например, получить гроздь в 400 грамм и либо две грозди по 90-100 грамм. Понимаем? То есть на вот эту вот единицу шпалеры мы можем получить совершенно разный результат. И вот если бы у нас было большое поле, да, мы можем там себе позволить много чего. Но если у нас только вот условно 6 метров, у кого-то и 3, у кого-то 4, ну, есть там возможность где-то посадить. Все, больше нету. Дачные участки у кого-то 6 суток, у кого-то вообще 4-4,5. Где там разогнаться? И тогда нам надо смотреть в том числе и урожайность. Потому что, ну, снять жменьку ягодок и что с них делать? Ну, хотя бы что-то, да, хотя бы там ведро 2, ну, чтобы, ну, хоть бутыль 20-литровую получить, ну, хотя бы 10-литровую. То есть это важно. Если у вас много места, мы можем на этот критерий не обращать внимания. Мы определились, что нам надо обратить внимание на наши климатические условия, под них подбирать сорта с подходящим сроком созревания, ну, и посмотреть урожайность в зависимости от того, сколько места мы можем винограду отдать. Еще касаемо сроков созревания, в моей любимой теме про добавление воды и сахара тоже как-то был комментарий, что вот у нас слишком жарко, виноград получается слишком сладким, ну, и мы тогда разбавляем водой. Как говорится, ребят, нам бы ваши проблемы. Но опять же, если у вас такие условия, значит, вы можете рассматривать виноград с более поздним сроком созревания, чтобы у вас он набирал нормальные кондиции, не перезревал, да, а именно вот набирал то, что ему необходимо. Ну, и в таком случае можно раньше снимать, можно не держать его там до последнего. Опять же, можно иметь что-то более раннее, можно иметь что-то более позднее на всякий случай. Потом при необходимости смешали, ну, и получили хороший качественный продукт. Ну, и теперь уже поговорим более конкретно о сортах винограда. Когда я делала обзоры своего виноградника, своих винных универсальных сортов, тут периодически получала комментарии, ой, да у вас один мусор. На сегодняшний день большая часть моей коллекции, плодоносящей коллекции, это сорта прибалтийской селекции. Ну, вот почему-то их считают мусором. Ну, конечно, если вы живете где-то там на Дону, в Крыму, еще где-то южнее, у вас там все время тепло и хорошо, для вас есть другие сорта. Но для наших условий, как говорится, 9 месяцев зима, остальное лето, сорта прибалтийской селекции, это на самом деле палочка-выручалочка. И тот, кто говорит о них плохо, ну, вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Эти сорта были созданы специально для таких вот достаточно суровых условий. Они имеют хорошую устойчивость к заболеваниям различным, они имеют достаточно хорошую зимостойкость, они имеют хорошую урожайность. Та же зилга, вот с куста я снимала порядка 30 килограмм, прекрасно выносит нагрузку, 4 грозди на побег. При хорошем взрослом кусте смело можно оставлять, можно не нормировать. Практически, если куст взрослый, сильный, вспомним, да, мне в такой, чтобы сильно не ухаживать, в принципе, можно даже не укрывать, ну, хотя бы опускать на землю, потому что конкретно в наших условиях, в Беларуси, опасны не столько сами зимы, их морозность, сколько перепадов, вот этот плюс-минус, хорошая зимостойкость, хорошая урожайность, хорошая устойчивость к заболеваниям, ранние сроки созревания. У меня симоне конец августа созревает, зилга начало сентября, все остальные тоже там число к 10 сентября уже все полностью готово. И касаемо вин из этих сортов, ну, давайте говорить о том, что, во-первых, вкусы у всех разные, и есть люди, которые вот привыкли, что вино вот должно быть именно таким и никаким другим, да, вот есть некий европейский стандарт, который, ну, честно говоря, даже навязывается, говорят, ой, вино там уже вот такое не модно, вот такой стиль, я вообще не понимаю, как в вине может быть мода. Это либо вкусно для меня, либо невкусно, да, либо, ну, так себе, все, мне либо нравится новый вкус, либо не нравится, может быть, мне нравится старый, условно, то есть, вот таких моментов, честно говоря, я не особо понимаю, но это маркетинг. Кстати, тоже недавно вам говорила про один документальный фильм «Мандовина». Очень рекомендую посмотреть, есть в свободном доступе, не на ютубе, а просто через поисковик, легко сможете найти, фильм переведен на русский язык, очень такое непредвзятое отношение к вину с рассмотрением с двух сторон, ну, можно сделать определенные выводы. Каждый сделает свои. Вернемся к нашим сортам, значит, белое и розовое, ну, невероятно душистое, невероятно ароматное, вот, ну, может, для кого-то вино не должно быть настолько ярким, ну, мне нравится, когда оно яркое, мне нравится, когда оно выразительно, а просто, ну, есть такие вот категории, это не значит, что эти вина плохие, ну, просто для меня есть категории неких безликих вин, которые приблизительно все одинаковые, вот это для меня, оно яркое и запоминающееся, все, для меня это хорошо, ну, на самом деле, не только для меня, те, кто пробовал это вино, им очень понравилось. Касательно красных вин, тоже получается, на самом деле, очень хорошее вино, обычно я ставила, опять же, потому что там емкости, посуда, чтобы лишней не занимать, я ставила смесь зилго-русский ранний симоне, в этом году симоне я поставила отдельно, и была просто невероятно удивлена, кстати, опять же, чуть-чуть отвлекусь, упрек вот этим прибалтийским сортам, что у них мало танинов, ну, не знаю, чего там и кому мало, во-первых, не все любят танины, такие вот, чтобы аж сводила щеки, вот эти мощные, например, чилийские вина, ну, далеко не все такие любят, вина вообще бывают разных стилей, бывают вот они такие мощные, бывают они легкие, опять же, под разные вкусы, так вот, ставила отдельно симоне, сегодня я еще раз понюхала, и поняла, что вот, ну, думала, ну, как вот описать этот запах, запах совершенно такого, если на вкус, это сладкая ягодка с чуть-чуть таким тоном изабеллы, легким, абсолютно не таким, там нет этих соплей, как у изабеллы, ну, вот чуть-чуть-чуть есть какой-то такой ароматик, схожий, ну, тоненький такой, и вот думала, как же описать тот аромат, который в вине, это все-таки аромат таких благородных красных сортов, вин из благородных красных сортов, как, например, Каберне тоже, вот запах такой, более того, я вам недавно показывала на приборчике показатели, что Танинов там, что Симоне, что Зелгев в смеси с русским ранним, более чем достаточно, а если подержать подольше на мезге, Зелгу подержала на мезге, ну, практически до конца брожения, и там Танинов было более чем, причем вкус получился, ну, там маленькая совсем партия, это вообще закваска стояла, вкус получился, как у чилийского, такого очень сухого вина, с такой очень насыщенной терпкостью, вот такие вина могут давать эти сухие, самые, как бы, нелюбимые прибалты, при этом напомню, сроки, урожайность, устойчивость, то есть для средней полосы, это, ну, я считаю, палочка-вручалочка, да, более того, недавно попалась мне статья, ну, то есть статья, наверное, я не помню, какого она года, может, 13-го, может, 16-го, когда изучали, из каких сортов винограда, можно сделать вина, при выращивании этого винограда на Урале, так вот, зилга, как раз таки попала, в список сортов, из которых, они, по-моему, 5 лет проводили это исследование, и получается, что зилга, один из сортов, который дает стабильно, хороший вина, который соответствует всем ГОСТам, туда же попал виноград памяти Домковской, то есть вот из этих двух сортов, даже на Урале, в тех условиях, можно вырастить виноград, который даст хорошее вино, поэтому прибалтийские сорта винограда абсолютно не такие плохие, как о них думают, на самом деле, это такие вот трудовые лошадки, которые подходят практически всем, ну, конечно, наша коллекция формировалась, как раз таки максимально, исходя из тех условий, которые у нас есть, однако, она не ограничивается только прибалтийскими сортами, есть у нас еще и много других, кое-что в подросте, если хорошая будет зима, хорошая будет весна, то я не исключаю, что в следующем году мы увидим некоторые результаты, которыми я обязательно с вами поделюсь, но вообще планы, на самом деле, далеко идущая коллекция пополняется, осталось только найти под нее землю, ну, я думаю, что все у нас получится, и в завершение, что хочется сказать, что виноград, растение, место, не бывает плохих сортов, бывают они просто неподходящие, либо под определенные климатические условия, либо даже под определенные условия на местности, а такое иногда тоже может быть, но вам я желаю, чтобы ваш выбор сортов максимально соответствовал вашим ожиданиям, обратите внимание на некоторые критерии, и все у вас получится, ну, а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы, под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда, и мои контакты, до новых встреч!